Не так давно мы рассказывали про фотопроект Павла Соколова, человека, который собрал людей, поклонников тату и пирсинга, и сделал вот такую небольшую фотосессию. Все эти люди живут в нашем городе, и у нас возникла мысль пригласить кого-то из участников этого фотопроекта в нашу студию, узнать, насколько это больно, и посмотреть, насколько это красиво. И вот Юлия Джун, фотомодель, сегодня в нашей студии. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Юля тоже участница этого проекта, называется он «Неформалы Питера», но ты, Юля, насколько мы знаем, неформалом себя не считаешь. Не неформал. Я не считаю, ребята, себя неформалом. Каждый волен самовыражаться так, как ему хочется. Мой папа как-то однажды сказал, что человек, который выделяется, он имеет право выделяться внешне. То есть это папа благословил таким образом, да, можно сказать? Ну, папа у меня золотой человек, у меня есть татуировка с его портретом. Ничего себе! Он у меня жив, здоров, очень в боевом таком здравии. То есть я как папа, ну, конечно, молодой. Как папа дочки и все. Да, дочка еще, дочки далеко еще, да, тату. И, конечно, с одной стороны, вот ты сейчас сказала про портрет, это такое, в общем, дань уважения такая, да, конечно. А расскажи, как все началось в твоей жизни? Началось все. Зачем? С чего? Ну, как бы молодость, подростковый период, хочется, чтобы... Хочется выделиться. Тут те, кто говорят то, что делают пирсинг и татуировки не ради того, чтобы выделиться, мне кажется, что они лукавят по большей части. Потому что, ну, у меня все началось на фоне взросления. Мне нравилась рок-музыка, я играла в рок-группе. У нас была своя такая панк-тусовка. И было очень... Все, естественно, да, вообще. Да, но на самом деле до лет 16-17 у меня было намного больше пирсинга на лице. У меня были микродермалы над бровями. Это что такое? А что это такое? Расскажи, кстати, вот так вообще. Сколько всего у тебя на теле, что есть? Расскажи о себе, да. Ты не могла бы еще уши приоткрыть? Мне кажется, что не очень видно нашим зрителям. Да, это туннели у тебя такие, причем внушительные. Или это уже не туннели называется? Это туннели, я бы не сказала, что они внушительные. Есть больше еще? Конечно, разумеется, есть намного больше. Мы не подготовлены в этом смысле, немножко, да, отказали. Тогда я даже боюсь их при вас снимать, дорогие мои, и не буду. В общем, в ЭА-пирсинге есть микродермалы. Они у меня... Что это такое? Это не сами проколы, а специальные установки с помощью небольшой шляпки. Делается небольшой надрез на участке кожи, где они должны стоять. Туда вставляется небольшая шляпка с торчащим наружу шариком. Ну, как шипы, в общем, да? Да, да, да. Крепится на кучу. То есть они держатся не проколом, а вживлением. Вот. Слушай, ну вот у меня такой вопрос. Ты красивая девушка. Мне всегда казалось, что люди, которые хотят таким образом выделяться, они имеют какие-то внешние недостатки. Да, ну, у тебя все хорошо с внешностью. И тем не менее, все-таки ты вот еще ищешь для себя какие-то дополнительные варианты выделиться. Раньше у меня было намного больше пирсинга на лице. И на мне были дреды. Как и свои, так и искусственные. У меня было просто проколов. 17 проколов на лице. 17. 17, ребята. Я все поснимала. Сейчас. Я считаю, что нет ничего лучше того чувства, которое ты испытываешь, когда стоишь перед собой, когда стоишь перед зеркалом. И ты себе, черт возьми, нравишься. Вот нет ничего лучше этого чувства. А ведь... Сейчас именно такой момент. Конечно. И если ты чувствуешь себя прекрасно с железками в лице, или с татуировками на теле, в каком-то необычном платье, или с какой-то необычной прической, это потрясающе. Не нужно от этого отказываться. А ведь говорят, что наш народ такой консервативный, что люди не готовы, не принимают. Ты часто встречаешь непонимание со стороны прохожих на улице? Бабушки. При устройстве на работу. Комментируют. При устройстве на работу вообще отдельная тема. Я закончила университет в этом году. И нахожусь сейчас в таких поисках. И действительно на себе сейчас ощущаю, так сказать, весь... Консерватизм. Все последствия, да. Предрассудки. Да. Действительно у нас к пирсингу, к татуировкам, к необычным, нестандартным людям относятся весьма предвзято. Но я ни разу не сталкивалась с людьми, которые не могли найти со мной общего языка, с кем я не могла, например, поговорить. Если вы видите, если в моих глазах видна вменяемость, если я человек, который может вести какую-то вменяемую беседу, нормальный диалог, то я думаю, что не составляет проблему изменить свое мнение после этого. А что с подбородком? Подбородок. Вот эти штучки, как они держатся? Это называется Versical Low Bread. Вот. Они держатся... Они выходят с внутренней стороны губы под деснами. А, ну это две разных, да? Это две разных, это два прокома. Они идут вот здесь, заходят и выходят под деснами внутри. Ага, совершенно. Показывать не буду не этично. Ну это же больно, это же все очень больно. Да, вот давай, мы подошли к основной. Вот, например, на примере вот этих... Еще раз, как называется девайс? Ну... Vertical, что-то там, вертикальный прокол, видимо. Да, называют вертикальные лабреты. Хорошо. Вот как это делается и сколько это потом заживает? И насколько действительно это больно? Может, какой-то наркоз применяется? Как это происходит? Я не знаю, видимо, у меня какой-то заниженный болевой порог. Наверное, да. Да, потому что я практически ничего... Я не боюсь, в принципе, боли. Поэтому, когда она ко мне приходит в том или ином виде, даже зубная боль, она мне не так страшна. Существует масса обезболивающих. Привыкла уже, наверное. Да, видимо, да, видимо, привыкла. 17 проколов. Да, но вот эти проколы, они являются для меня самыми болезнями. А, я это прям как чувствовал. Потому что очень-очень-очень тяжело было. Ну, как правило, проколы делаются быстро. Заживают все это за неделю, максимум полторы. Если грамотно за всем этим ухаживать... Ну, а честно, бывали осложнения все-таки какие-то? Бывали. Пока ты рассказываешь, давайте посмотрим фотографии, собственно, вот о которых мы говорили, Павла Соколова. Этот самый проект «Неформалы Питера». Ты продолжай, продолжай. В общем, я сталкивалась с осложнениями на тот момент, когда еще жила на Чукотке. Я из города Анадырь, это достаточно далеко отсюда. А как в Анадыре-то это все вообще воспринимали? Мне кажется, там это вообще... Там вообще много таких людей. На тот момент я была одна единственная такая. Я не буду этого скрывать. Я не хвастаюсь ни в коем случае. Одна девушка на весь год. Может быть, это тебя и мотивировало делать еще больше, потому что... Ну, я сталкивалась с довольно серьезными проблемами и в школе, и с притеснением со стороны одноклассников. В общем, драмы хватало, такой сериальной драмы в моей жизни. Но осложнения в плане заживления, в плане пирсинга у меня не возникали как раз-таки из-за холода, потому что там очень холодно, зимой выходишь. Климат располагает, в общем, да? В Питере с этим попроще. Друзья, 12 секунд у нас до рекламы, до новостей. Юлия Джун, фотомодель у нас в гостях. Если вы встретили человека, не похожего на вас, подумайте. Может быть, он вот так приветлив. Да, очаровательная совершенно девушка. Возьмите Юлию на работу, не нужно предвзято к ней относиться. Друзья, мы вернемся сразу после новостей. Будьте с нами.